Добрый день, уважаемые коллеги! Я, во-первых, должен буду извиниться, потому что сегодня еще два мероприятия, не считая самолета, и мне придется покинуть уважаемое собрание. Во-вторых, я хочу от имени движения образования для всех совместных участников нашей конференции пожелать нам по традиции интересных идей творческого общения, а главное некоторых практических результатов. Я буду высказывать личную точку зрения, которая не обязательна для принятия, вы с ним можете соглашаться и не соглашаться. Начну я с того, уважаемые коллеги, что, как известно, в Конституции Раписово написано, что мы демократическое правовое социальное государство. Что касается правового, то на одной стороне формируется сословная система права. В переводе на русский язык это означает, что если вы представителя власти бросили бумажку с таханчиком, то вас подозревают, что вы обязательно потом начнете в него стрелять. А вот если представитель власти сломал руку женщине при задержании, то это вроде бы издержка производства. Ровно такая же ситуация и в отношении неравенства финансового. Вспоминается Марк Твен, если ты украл подкухлем и пропозалили в тюрьму, если железную дорогу, то тебя выбирают сена. Что касается государства демократического, то в общем серьезные политологи, конечно, не оценивают российский политический режим как демократический, как гибридный, как полуавторитарный, разные есть аналоги, но мы прекрасно понимаем, навольно, в последнее время у нас уменьшилось количество злоупотреблений при подсчете голосов на выборах. Но это вовсе не значит, что мы получили свободные выборы, потому что от более-менее честного подсчета голосов до свободных выборов дистанция огромного размера. И все это барханно-избирательные кампании, а я проходил их по одномандатным округам шесть и две по партийным спискам в городе Москве, все понимают, что это, что позволено Юпитеру, то не позволено ВКУ. Ну и наконец, что касается государства социально, уважаемые коллеги. Во всем учебниках российских написано, что вот есть два типа экономики, есть либеральная, там Соединенные Штаты и Британия, есть социальное государство типа России. Но я думаю, что это, мягко говоря, очень большое приключение. Давайте посмотрим на некоторые показатели. Вот в указе президента написано, что мы должны к 2024 году вдвое сократить бедность. Начну с того, что, увы, при данных темах экономического развития это невозможно. Согласно оценкам Университета финансового предправительства России, в 2024 году жизненный уровень населения, если будет продолжаться, сбудется прогноз Министерства экономического развития, увеличится по сравнению с 2013 годом на 1%. То есть что в 2013, что в 2024, как можно сократить бедность вдвое, если жизненный уровень остался на прежнем уровне, теоретически за счет перераспределения. До этого делать никто не собирался. И, кстати, на мой взгляд, хотя нас, слева, постоянно объявляют в том, что мы злоупотребляемым классовым подходом, на самом деле классовым подходом злоупотребляет правительство Российской Федерации, и мы не раз об этом будем говорить. Тема бедности. Сколько в России бедных? Ну, разные, возможно, подсчеты, но, конечно, не столько, сколько называет правительство. На самом деле, если судить по опросам, в том числе официальных служб, то примерно 10% это нищие, которым не хватает денег вообще на еду. Еще примерно 30%, ну там 38-39 в общей сложности получается с нищими, это те, кому не хватает денег на одежду. Дальше около 40% это те, кого можно отнести по разным оценкам, то ли к бедным, то ли к представителям верхней части так называемого низшего класса, около 15% это те, кто более-менее соответствует понятию средний класс, или средние слои, около 3% это так называемый высший класс. При этом мы все прекрасно понимаем, что одна из главных причин, это то, чтобы рекордсмены большой процедки по уровню социального неравенства. Такого уровня социального неравенства нет, нигде. 1% населения, если верить к кризису ИС, это порядка там 71% всего национального богатства, 110 долларов миллиардеров это 37% всего национального богатства, представьте себе. Одна из причин отсутствия прогрессивного налога. Трамп, очень правый президент, снизил налоги прогрессивные на американцев, там до 37%, у нас 13% как было, так и есть. И при этом нам приговаривают, что мы не можем повышать налоги. Я как-то выступаю государственными, говорю, коллеги, что вы повторяете эти слова как мантру. Вы что, не получаете, например, квитанции за налоги на имущество, да? Ведь там рост в разы, а иногда в десятки раз. Например, фабрика Большевичка получила в 100 раз увеличенный зимний налог, поскольку она находится в хорошем районе, в городе Москве. И нам говорят, что налоги нельзя повышать. Видимо, имеют только олигархи остальные. Не в счете. Далее, уважаемые коллеги, тема, связанная с пенсиями. Ну, повышение пенсионного возраста – проклятый вопрос. Хочу напомнить, что мы, группа депутатов Владимира Геннадия Андреевича, внесли подготовленный милой законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста, причем внесли его раньше правительству. Правительство это было принято. Официально данные 257 тысяч граждан в этом году не уйдут на пенсию. На самом деле, значительно больше. Наш законопроект до сих пор все еще не рассмотрен в государственной доле. Мы постоянно перегласятся с одного заседания на другое. И не знаю, когда до него наконец дойдем. Наверное, тогда, когда пенсионный возраст будет повышен уже окончательно. Кстати, чтобы для понимания людей молодыми, это касается не только старшего поколения. Возьмите размер средней пенсии, грубо говоря, около 15 тысяч рублей. Помножьте это на 12 и на 5 лет. И прикиньте, сколько у каждого человека в Российской Федерации будет поднято денег. Это ограбление сопоставимое с тем, как были ликвидированы вклады, советские вклады, например, да, или с тем, что произошло в 98-м году, в результате этого самого очередного кризиса и так далее и тому подобное. Размер пенсии, ну я не говорю про Швейцарию, там порядка 3400 евро. Мне больше интересно, например, Греция. Если вы видите статистики, 930 примерно евро в Греции, 930 примерно долларов в Греции, и 235, там этот курс доллара немножко упал, наверное, 250 примерно в России. Скажите, что в Греции и производительность труда было бы, что это не было? Просто греки борются и боролись за свои социальные права. Причем, хочу подчеркнуть закон о повышении пенсионного грузовства, закон, имеющий ярко выраженный классный характер. Во-первых, потому что богатым пенсия особо не нужна. Во-вторых, потому что богатые значительно дольше живут. Они, конечно, тоже плачут, но плачут по другим причинам. Я напоминаю, 43% российских мужчин не доживают до 65 лет. Как говорил президент Российской Федерации, когда был против повышения пенсионного возраста, это что же, отработал, в деревянный Макентоши поехал? Вот ровно так. А до 67 не доживают уже более половины мужчин, согласно официальной статистике. Грустная шутка. Помните, да? Пушкин погиб на Доре в 37, Есенин покончил с собой в 30, Лермонтов погиб на Доре в 28 лет, и что сделал для пенсионного фонда? Шутки, шутки. Но повторяю, это явно ярко выраженное классное решение. Пошли теперь дальше по некоторому направлению. Наука. Даже Андрей Макаров, представитель бюджетного комитета государственной думы, выступая на председательном уседании, нам напомнил, что два года назад по финансированию науки мы отставали от Соединенных Штатов в 28 раз, теперь в 33. От Китая в 12, теперь в 16. И, кажется, это чисто абстрактные цифры, он же привел данные о том, что в результате реальные научные достижения снижается цена американской слансовой нефти. И наши огромные вложения потенциальные, там северные шарики и так далее, могут оказаться практически бессмысленными, потому что за счет новых технологий можно добиться больше, чем просто за счет эксплуатации природных ботазов. Ну и что? В указе президента, да, международная норма финансирования науки 2%. В указе президента написано, что в 15-м году у нас должно быть 1,77. Я извиняюсь за обилие цифр, но без этого никуда не ленешься. Мы спрашиваем представителей ВИНФИНА и Министерства науки высшего образования, почему, соответственно, по данным Думского комитета по образованию и науке у нас 0,44. Они говорят, а мы собираемся исполнить указ президента к 35-му году. Мы говорим, как? Мы положили к 15-му, а мы теперь собираемся к 35-му. Ну, кстати, как собираемся? По данным нашего Думского комитета по образованию и науке в 20-м году 0,44, в 21-м 0,43, в 22-м 0,42. То есть они вовсе не приближаются, а ударяются от исполнения указа президента. Что такое новая индустриализация, которая теперь требует не только Геннадий Андреевич, но и вольное экономическое общество, союз промышленников и предпринимателей? Она предполагает интеграцию науки, образования и производства. Она предполагает новую технологическую основу. Без вложений в науку этого сделать невозможно. Это прямой путь к катастрофе. Здравоохранение. 91-е место в мире. Международная норма госрасходов 6%. У нас разные есть данные, но последние данные чуть более 3%. Причем, если сопоставлять общие расходы на здравоохранение и государственные, получается, что примерно наполовину наша бесплатная по конституции медицина уже является платной. Ну, я думаю, все, кто сталкивался с ситуацией здравоохранения, это прекрасно понимают. Не случайно врачи стали демонстративно группами увольняться из разных больниц, потому что безумная нагрузка при минимальной заработной плате. Что? Регламент или еще есть? Еще есть непоскорение. Спасибо большое. Кстати, по данным Российского народного фронта, заработная плата врачей, там большинство не 58 тысяч рублей, как говорит Росстат, а чуть более, там были вокруг 25 тысяч. Статистика содержит прямую ловь, наглую ловь по сравнению с тем, какие данные, даже опросы Общероссийского народного фронта, а эта организация не оппозиционная, созданная для поддержки президента Российской Федерации. Что касается образования, уважаемые коллеги, ну, эта тема мне наиболее близкая, 98-ое место в мире по финансированию. В странах организации экономического сотрудничества и развития чуть менее 5% средние расходы на, государственные, подчеркиваю, расходы на образование, страны, которые должны модернизироваться, должны иметь не менее 7%. Почему мы неоднократно в законопроектах, законопроектах народного образования, об образовании для всех, которые вносили первоначально 4 профессора, профессора Афтеров, профессора Дюганов, профессор Бедников, ваш покорный слуга, требовали поэтапного повышения расходов на образование до 7% полового воздневного продукта. Не потому, что в Советском Союзе в 70-м году было столько, потому что при меньших расходах никто модернизацию не произвел. Без модернизации, без новой индустриализации он, что называется, не светит, ничего в будущем. Тем не менее, даже по данным высшей школы экономики в 6-м году было почти 4% на образование, сейчас около 3,5% вдвое ниже, чем необходимо для модернизации. По данному Общероссийского народного фронта в 75 регионах из 85 указ президента в части оплаты педагогического труда не исполняется, в 53 регионах каждый третий учитель получает меньше 15 тысяч. Сравниваться с советскими венами невозможно, я за это учитель по образованию. И когда я начинал на ставку учитель, получал два прожиточных минимума. Сейчас мы унесли законопроект о том, чтобы не меньше двух минимальных размеров оплаты труда была базовая ставка учителя. Уже полтора года законопроект переносится оттуда-сюда. Каждый раз нас приглашают на комитет, чтобы сообщить. Большинство комитетов, состоящих из единороссов, переносит рассмотрение законопроекта на неопределенное будущее. И так далее, и так далее. Но это не все, коллеги. Очень важная тема. И не только положение учителя. Очень важная тема. Это еще и бюрократизация. Страшнейшая бюрократизация. Теория так называемых образовательных услуг, по поводу которой, представляя законопроекта, туда-сюда, я позволю что-то не отличает романтическую любовь от секса за деньги. На меня обиделись, конечно. Ничего я не угадную. Очень важная тема, это, конечно, содержание образования. Я сравнил последний учебный план советского периода с современным учебным планом. Что нам нужно, если мы хотим модернизацию? Нам не нужна высококачественная подготовка инфляционных кадров и кадров ученых. Нам нужна в частности математика, физика, химия, биология. Все сокращено от 15% до 1,5 раз. Если мы хотим воспитывать граждан, обеспечивать ту самую гражданскую идентичность, про которую много говорят, нам нужны русские, литература, соответственно, история, география. Все сокращено от 15% до 1,5 раз. Что увеличилось? Увеличен резко иностранный язык. Я еще против имею крайне полезное дело, но, как говорил когда-то Гарьбаенов, знаток многочисленных иностранных языков, чтобы умный, бодрый наш народ хотя бы по языку нас не считал за немцем. Если мы вводим иностранный за счет сокращения того, что жизненно необходимо для модернизации формирования граждан, значит, мы угодно или невольно ориентируемся либо на тех, кто уедет за рубеж, либо на тех, в лучшем случае, кто будет работать в иностранных и международных компаниях. Ну и, наконец, два слова про культуру. Согласно прежнему закону, на основу законодательства в культуре должно на культуру было тратиться 2% из федеральных бюджетов, из по 6% из бюджетов регионов. Сейчас по нашим проектиям, не могу сказать, не трудно посчитать, из федерального бюджета 0,7%, 2% меньше, чем должно было затрачиваться. Положение работников культуры большинства примерно такое же. Я извиняюсь, недавно сравнительно услышал от сельского районного области загадку. Самая древнейшая и беднейшая женская профессия, она начинается, она начинается, она заканчивается. Оказывается, библиотека. Страшное дело и страшно, потому что радикально меняется, содержание в широком смысле образовательная политика, это не только политика области образования. То, что происходит в средствах массовой информации, это образовательная политика. Социальная политика, когда государство черкивает, что твоя ценность определяется нереальным качеством твоего труда, сколько ты сумел углыть денег, это тоже в каком-то смысле образовательная политика. И так далее, и так далее. Вот, прежде чем сделать короткие выводы, я позволю себе прочесть. Недавно набрал в интернете на стихотворение Валентина Гафта, которое посвящено Юрию Висбору. Попса, дробившую ноги в нашей души, ее за это не привлечь к сумме. Часть поколений выросла на чушь, и новая рождается в бреду. О, солнечные слова, чудо-песня. Как мы в неворе пели, чудаки. Пришла свобода, стали интереснее, бесклявые уродцы-пошвяки. Слова не что. Есть попри вырождение. Тот здоровен, кто больше не здоров. Кто в ней петь без всякого стеснения, без совести, без страха, без штанов. Где песни, чтобы спеть выхотелось? Слова, чтобы веки не забыть, но что горлайн про кусочек тела, который с кем-то очень хочет жить. С телеэкрана. Как и в ресторан, для кущей важности любопихих крепостей. Они худами сыплют соль на раны, как на капусту или огурцы. В халате бесполая фигура запела, огоревшись причиней. Противно это все. Ты свой нам ее, женской теплоте, и мужестве мужчине. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заканчиво, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что выводы для всех, первое, левый поворот необходим в стране, как в воздухе. Второе, левый поворот необходим не только для того, чтобы люди нормально могли жить, но и для того, чтобы обеспечить экономический рост, без которого нарастающим отставания других стран национальная катастрофа рано или поздно неизбежна. И третье, личную точку зрения высказано. Я думаю, выдвижение в своеме Павла Грудинина в кандидатах в президенты было правильным решением, потому что для того, чтобы обеспечить левый поворот, нам нужно стремиться к максимально широкому блоку, объединяющему, с одной стороны, левые политические силы, представляющие интересы работников и тех, кто нуждается в поддержке государства, а с другой стороны, какую-то часть социально-национально-ориентированного бизнеса, которая заинтересована модернизации нашей страны. С наступающим Новым годом! Спасибо!